Судовая, которая справа совсем не закрыта, и она проходит в соответствии с норвесным законодавством о открытом режиме. Один отмежевание, которое было уведено решением судов, что не дозволено было вести трансляцию судового подтверждения в живом эфире. Суд это выразил, оборудовавши просьбой светков, которые просили не ожидать живую трансляцию, в причине того, что это наносит великую шкоду их особистому житию. Наверное, не супер из того, как это отбивалось, и тому суд унесет обижование. Сending all the negotiations from the court live on television. The damage is so big that they are against it, and the court decided that because of this they do not send the television live. There are also some, the most gruesome details in the prosecutor's descriptions of the murders. Так самое некоторые жахливые детали, самые жахливые детали о прокурорских описаниях, просто не зачитывались в публичном зале суду. Что ж, напишут у всех остальных количеств судового подтверждения в этом либо выступление самого Брэвика, и нациалкам записываются, поведомляются, пишущими журналистами, и так само продаются в разумшие сроки массовой информации, нациалкам открытые. и там нет ограничений на это. Некоторые люди имеют эту мнение, но это не так. Есть люди, которые, правда, думают о том, как вы говорите. Больше того, я бы не сказал, что это меркование переважает или занимает основную роль в этой дискуссии. В целом, норвежское громадство после того, что отбывалось, находился в шоке после этого теракта, а где у громадства есть консенсус, что мы повинны реаговать на то, что отбылось в ответственности с нашими властными законами, т.к. деяне злашинцы повинны быть оценены справедливым судом, и мы не меняли свои законы после того, что отбылось. Как сказал наш премьер-министр в первые дни после теракта, что нам теперь нужно больше открытости и больше демократии. На мой взгляд, это сопроводит то, что отбалось, то, что мы бачили после этого судового процесса. И я думаю, что это, что произошло в Норвеге.